Это спарринг программа. Похоже на виртуальную среду матрицы. В ней все основные законы природы. Например, гравитация. Только запомни, это законы компьютерной системы. Некоторые можно обойти, другие поломать. Возможно ли, что мы живем в голограмме, которую могли бы изменить, если бы знали, как это сделать? Когда вы наблюдаете за миром вокруг, он кажется твердым и неизменным, но что, если реальность не такая жесткая, как кажется? Что, если вы могли бы изменить реальность своим умом, чтобы сократить время проявления ваших желаний и жить жизнью, более соответствующей вашему предназначению? Если это возможно, должны быть доказательства, свидетельства и подтверждения. Есть ли они? В следующие несколько минут мы исследуем природу реальности и психических явлений, сосредоточив внимание на увлекательной теории пропавшего доктора Якоба Гринберга. Мы раскроем нашу ключевую роль в создании реальности и откроем тайны, которые могут скрываться за тем, что обычно называют чудесами. В конце видео мы поделимся медитационной практикой, использованной Гринбергом, которая может помочь вам проявить ваши глубочайшие желания, расширить свое сознание и соединиться с Божественным. Сверхъестественные явления и психические способности, идея о том, что материя и законы природы могут подлежать манипулированию, не нова. На протяжении истории были задокументированы случаи, когда отдельные лица нарушали законы физики. Многие из этих даров описаны различными людьми и культурами, такими как ясновидение, телепатия, предвидение, духовное исцеление или даже левитация. В традициях таких, как индуизм, сверхъестественные силы, достигаемые через духовную практику, являются повторяющейся темой. Древние тексты, такие как Патанджали и Йога-сутры, описывают, как медитация, йога и другие духовные дисциплины могут привести к необычным способностям, таким как левитация, телепатия и контроль над материей. Один из самых известных примеров сверхъестественных сил в христианстве, помимо Иисуса Христа, это святой Иосиф, неаполитанский монах 17 века. Говорят, что во время своих религиозных экстазов святой Иосиф входил в состояние такой глубокой связи с божественным, что его тело левитировало, оставаясь в воздухе на несколько минут. Эти эпизоды часто происходили во время мессы перед удивленными свидетелями. Его способность была настолько примечательной, что привлекла внимание инквизиции, которая признала его истинным мистиком. Этот итальянский монах францисканец, который почитается как мистик и святой. Он, как говорится в легендах, был удивительно глуп, но при этом обладал способностью к левитации. Кроме того, был подвержен многочисленным экстатическим видением, после которых какое-то время пребывал в полной прострации. Он был канонизирован и ныне считается покровителем пассажиров самолетов, летчиков, умственно отсталых людей, испытателей и бедных студентов. Другой известный случай левитации встречается в тибетском буддизме с Миларепой, йогом и поэтом XI века. Говорят, что Миларепа после многих лет интенсивной медитации и аскетических практик достиг состояния духовного просветления, которое позволяло ему дематериализовать свое тело, изменять материю и левитировать. Эти способности рассматривались как проявление его высокого уровня просветления. Но как наука подходит к этим явлениям? Здесь в дело вступает якобы Гринберг, мексиканский нейрофизиолог и психолог. В 1994 году, на пике своей карьеры, он таинственно исчез. В интернете циркулирует множество гипотез о его местонахождении, и вокруг его жизни и исчезновения витает аура тайны. Однако наиболее захватывающий аспект Гринберга — это не его исчезновение, а его теории о сознании и реальности. Гринберг, заинтересованный феноменом сознания и глубоко интересующийся пониманием природы реальности, полагал, что человеческий мозг может содержать ключ к пониманию сложных взаимодействий, между разумом и реальностью. Он изучал психологию в Национальном автономном университете Мексики и нейрофизиологию в Институте исследований мозга Нью-Йорка. Позже он получил докторскую степень за свои исследования электрофизиологических эффектов геометрических стимулов на мозг, паранормальные явления и науку. Якобы Гринберг стал известен, сочетая свои знания нейрофизиологии с духовными и эзотерическими традициями, создавая уникальный подход, который объединял науку и мистицизм. Его часто описывали как ученого среди шаманов и шамана среди ученых. Гринберг был особенно заинтересован в шаманизме, форме духовности, основанной на общении с невидимым миром духов, предков и природных сил. Шаманы используют такие техники, как пение, танцы или употребление священных растений, чтобы войти в измененные состояния сознания, что позволяет им перемещаться через другие измерения или изменять реальность. Эти способности позволяют им исцелять болезни, влиять на погоду или даже предсказывать будущее. Для Гринберга ключевым моментом было то, что, не осознавая этого, шаманы использовали свои собственные нейронные поля, свои индивидуальные алгоритмы, чтобы взаимодействовать с тем, что он называл решеткой, своего рода голограммой, содержащей всю реальность, которую мы воспринимаем. Мы более подробно рассмотрим эту концепцию позже. Среди многих шаманов, которых он встречал и изучал, выделялась Пачита. Она проводила духовные операции, выполняя хирургические процедуры без физических инструментов. Смотрите, я ученый, у меня есть лаборатория, я изучаю активность мозга и физиологию, и меня пригласили стать свидетелем этой женщины Пачиты и ее операций. То, что я там увидел, изначально противоречило каждому понятию и знанию, которые у меня были о реальности. Гринберг описывал это как один из самых удивительных случаев, которые он наблюдал. В течение нескольких месяцев он наблюдал, как она лечила пациентов с серьезными проблемами, такими как больные легкие, и демонстрировала невероятную способность воспринимать, что происходит в теле и как это исцелить. Пачита проводила операции, которые противоречили медицинской логике, извлекая больные легкие и заменяя их здоровыми, которые она материализовала у себя в руках, используя только нож и за считанные минуты, без промежуточных этапов, характерных для современной хирургии. Гринберг пытался понять, как Пачита достигала этих результатов и пришел к выводу, что она действовала на уровне сознания, где реальность уже была создана, минуя промежуточные процессы. Он объяснял, что мозг, взаимодействуя с предшествующим информационным полем, создает то, что мы воспринимаем как реальность. Эта реальность, которая является конечным продуктом церебрального процесса, не является просто ментальной конструкцией, а приобретает реальное существование. Гринберг утверждал, что цвета, формы, все, что мы видим, существуют на определенном уровне реальности, но не как сама материя, а как проявление сознания. Исходя из этой идеи, он предположил, что Пачита действовала непосредственно на этом уровне сознания, где реальность уже была сформирована, таким образом не было необходимости проходить через промежуточные процессы. Пачита просто перемещалась в плоскости, где законы, управляющие сознанием, то, что мы называем миром или объектами, которые на самом деле являются чистым сознанием, находились под ее контролем. Представьте реальность, которую мы воспринимаем как живую голограмму, постоянно меняющуюся и эволюционирующую. Люди в этом трехмерном мире действуют внутри голограммы, как будто единственное, что существует, это ее отражение, ее проекция. Когда мы хотим что-то изменить, мы влияем на отражение, используя инструменты и возможности, которые мы знаем. Однако, согласно теории Гринберга, материализации или изменения материи людьми, такими как Пачита, Миреа или Иисус Христос, происходят непосредственно из голограммы, из источника проекции. Таким образом, изменение происходило бы напрямую и мгновенно в проекции, проявляясь в материи без промежуточных шагов. Следуя научному методу, Гринберг стремился объяснить паранормальные явления через свою теорию, которая предполагала, что нет отдельных объектов, а есть информационное поле необыкновенной сложности, с которым наш мозг взаимодействует без концептуальных навязчивых идей. Он упомянул, что это поле то же самое, что некоторые физики называют предпространственным полем. И когда мозг взаимодействует с полем, он генерирует восприятие пространства времени, которое мы знаем, с объектами, имеющими форму и фигуру. Наиболее заметным вкладом Гринберга было предложение научного объяснения того, как мозг через свое нейронное поле генерирует восприятие и порождает реальность, взаимодействуя с загадочным голографическим информационным полем. Он представлял себе тонкую и первозданную структуру, содержащую всю информацию и потенциалы реальности, которую он назвал решеткой. Он считал эту решетку сущностью реальности, присутствующей на всех уровнях проявления. Эта решетка или фундаментальная матрица могла бы рассматриваться как брахман в индуизме, вселенский или великий разум Гермеса Трисмегиста, или дао в даосизме. Продолжая теорию Гринберга, каждый человеческий мозг функционирует как нейронное поле, создающее ментальный континуум. Из этого континуума возникает шаблон или алгоритм, чья функция — взаимодействовать с решеткой, выбирая и определяя информацию, формирующую воспринимаемую реальность. Удивительно, что этот алгоритм, согласно Гринбергу, это то, что мы идентифицируем как «я» или индивидуальное эго, ментальная конструкция, которая предоставляет нам чувство идентичности и непрерывности. Концепция решетки является фундаментальной в его теории. Согласно этой теории и многим другим, все во Вселенной, абсолютно все вокруг нас — это энергия, и она обладает свойствами, такими как вибрация и чистота, синергия — это уровень когерентности информации, наблюдаемой в определенной точке в решетке. Через сознание создается искажение в этой решетке, в результате чего возникает Вселенная, которую мы воспринимаем в ее чистейшем состоянии. Решетка свободна от всей материи, всех законов, таких как гравитация и всех изменений. Это поле бесконечной потенциальности. Любое изменение или искажение этой решетки приводит к снижению ее синергии, что ведет к появлению материи. Именно через эти искажения люди воспринимают мир. Все наше восприятие, будь то эмоции, мысли или любой другой опыт, на самом деле является искажением этой чрезвычайно сложной матрицы пространства-времени, которую мы называем решеткой. Чем выше когерентность между нашим сознанием и мозгом и этой сетью, тем выше и сложнее наше восприятие и влияние на реальность. С этой точки зрения такие явления, как телепатия, исцеление или левитация могут считаться реальными и возможными. Напротив, когда когерентность низка, наше восприятие становится более ограниченным и упрощенным, что сужает нашу силу влиять на реальность. Теория Гринберга не является изолированной концепцией в современной науке, а соединяется с другими теориями, исследующими природу реальности и сознание похожими, но различными способами. Три заметных примера этих других теорий — это голографическая теория мозга и реальности, разработанная нейробиологом Карлом Прибрамом и усиленная физиком Дэвидом Бомом. Эта теория предполагает, что как мозг, так и реальность функционирует как голограмма, где каждая часть содержит информацию о целостности. Эта теория предлагает, что природа имеет коллективную память, передаваемую через морфные поля, которые влияют на форму и поведение биологических систем. Теория биоцентризма, предложенная ученым Робертом Ланца. Эта теория утверждает, что жизнь и сознание являются центральными для понимания Вселенной, предполагая, что реальность формируется сознательным восприятием. Эти теории, как и теория Гринберга, предлагают различные способы подхода и понимания природы реальности и сознания, отражая различные способы, которыми можно исследовать концепцию Бога или высшей сущности реальности. Истина едина, и мудрые называют ее разными именами. В последнем издании своей теории Гринберг предоставляет подробное объяснение чудес Почиты. Согласно ему, Почита смогла создать нейронное поле в полной когерентности с решеткой, информационной структурой, лежащей в основе нашего восприятия реальности. Гринберг утверждал, что наше восприятие реальности — это последовательность образов, которые создаются и исчезают каждые 50 миллисекунд, создавая у нас иллюзию непрерывности. В нормальных условиях эти восприятия мимолетны, но Гринберг предположил, что если кто-то сможет продлить длительность одного из этих восприятий, они смогут закрепить его в решетке, тем самым материализуя объекты или даже органы. Это могло бы объяснить, как Почита выполняла свои необычные вмешательства, манипулируя решеткой, чтобы изменить реальность осязаемым образом. Для Гринберга реальность не фиксирована, а является непрерывным процессом создания и разрушения восприятий. Осваивая этот процесс, как, казалось, делала Почита, было бы возможно материализовать то, что обычно существует только в нашем внутреннем восприятии. Эта идея напоминает креативную визуализацию, где поддержание ментального образа в течение длительного времени считается влияющим на физическую реальность. Внимание играет ключевую роль в этом процессе, но я также хотел бы добавить веру как еще один фундаментальный компонент в любом акте проявления. Это не обязательно должна быть вера в конкретное божество, а скорее в убеждение и полное отсутствие сомнений в том, что то, чего мы желаем достичь, произойдет. В этом смысле закон притяжения и закон предположения будут иметь полный смысл. Они не только возможны, но и являются самой основой реальности. Обычно люди действуют с низким уровнем когерентности с решеткой, что мешает нам оказывать сильное воздействие на искажение реальности по желанию и сознательно. Тем не менее, поднимая наше сознание и увеличивая нашу когерентность с решеткой, мы выравниваем себя с Вселенной, вызывая синхронистичности и изменяя нашу судьбу по желанию. По сути, мы трансформируем матрицу реальности. Но как мы можем увеличить нашу когерентность с решеткой, чтобы иметь большее влияние на наше восприятие, на нашу реальность? Первый шаг — это полностью погрузиться в настоящий момент, свободный от всякого суждения и ментального кондиционирования. Далее я оставляю вам медитацию, которую использовал якобы Гринберг, чтобы достичь когерентности с целостностью, автоиллюзорную медитацию. Она заключается в интеграции по одному всех аспектов, которые вы можете воспринять своими чувствами, чтобы достичь полной когерентности с решеткой и соединиться с целым, с источником, с собой. Вот шаги, которые нужно выполнить. Сядьте или лягте в максимально удобной позе, закройте глаза и сосредоточьтесь на своем дыхании. Если возникают какие-либо мысли или ощущения, позвольте им течь, не идентифицируясь с ними и не стараясь заставить их исчезнуть. Просто вернитесь к своему дыханию. Затем просканируйте каждую часть своего тела, от макушки до ног, как будто выполняете полный скан. Почувствуйте каждую область, а затем объедините восприятие своего тела, наблюдая за ним, как за единым целым. Это поможет вам восстановить образ своего тела и достичь трансцендентного положения. Теперь сочетайте ощущение телесной целостности с наблюдением за своим дыханием, становясь осознанным обоих одновременно. Делайте то же самое с наблюдением за своими мыслями, эмоциями, ментальными образами, звуками окружающей среды и вашим визуальным восприятием. Техника включает в себя постепенное добавление и интеграцию шаг за шагом, будучи ненавязчивым наблюдателем каждого из ваших восприятий, как физических, так и ментальных. Достигнув одновременного наблюдения за всеми этими аспектами, вы достигаете порога, где ваши прежние самооценки исчезают, соединяясь с чем-то более глубоким и близким к вашей истинной сущности. Достигнув этого порога, вы можете использовать визуализацию того, что хотите проявить, сочетая это с законом предположения, который включает веру и ощущение, что ваше желание уже осуществилось. Входя в состояние когерентности между мозгом, сердцем и источником или решеткой, можно перепрограммировать реальность прямо из источника проекции голограммы, ускоряя и даже опуская промежуточные процессы в акте проявления. Перед своим исчезновением якобы Гринберг разрабатывал другую увлекательную теорию, известную как переносимый потенциал. В своих экспериментах он продемонстрировал удивительное взаимодействие между мозгами двух людей, которые создали связь, например, медитируя вместе или просто ощущая присутствие друг друга в комнате в тишине. Когда один из людей подвергался стимуляции, мозг другого, который находился в совершенно изолированной комнате, получал ту же стимуляцию. Гринберг планировал вывести этот эксперимент на новый этап, в котором один человек находился бы в Индии, а другой в Мексике. Однако незадолго до поездки в Индию для проведения этого теста якобы исчез. Хотя прошло уже 30 лет, с момента его исчезновения, его работа и его величие как человека продолжают быть объектами восхищения и изучения.